Привет, дорогие друзья! Вадим и канал Австралии по-житейски! Не прошло и трех месяцев с нашего последнего путешествия на Голд Кост, как мы оказались тут. Место называется Порт Даглас, находится невелико оно от Кернца. Только что мы приехали в отель, прилетели сюда на самолете. Лёд сюда от Сиднея около трех часов, расстояние почти 2500 километров. И в то время как сейчас в Сиднея довольно-таки холодно, ночью заморозки, начались дожди, то здесь в принципе лето, 29 градусов, ночью 20. По дороге мы заехали на пляж, искупались. В процессе вот этого видео я, возможно, вставлю еще некоторые видео вставки, как мы сюда ехали. И первое впечатление, ребят, я вообще, ну, поражен. То есть, вроде бы Австралии, но такое ощущение, что попал куда-то ближе к экватору, в какую-то азиатскую страну. Не потому что азиаты вокруг, а потому что вот именно стиль жизни сам такой расслабленный, никто никуда здесь не торопится. Воздух сам чувствуется такой тропический, более влажный. Зелень кругом зеленая, а не бурая, такая коричневая, как у нас в Сиднея. Совсем другие растения, то есть чувствуется, что здесь гораздо больше вот живности, более все зеленый такой. Ну, фактически круглый год здесь лето. Сейчас здесь сухой сезон и относительно прохладно, а вот под Новый год здесь начинаются дожди. Сейчас можно купаться практически на любых пляжах без опасок, чтобы приплыть какие-то медузы. Однако летом особо так не покупаешься, потому что в море очень много живности. Но, как я сказал, вода, она скорее засаливает, нежели чем охлаждает. Очень сильно отличается вот это место и Кернс сам как таковое. Вообще, я ожидал от Кернса, что это такой большой город, ну, хотя бы даже маленький городок. Ну, фактически это деревня. Центр есть несколько высоток, очень хороший торговый центр. Но все равно, ну, такое вот прибрежное село. Не встретил вообще ни одной полицейской машины пока на дорогах. Нету полиции, не знаю почему. Хотя сегодня обычный будний день, возможно, из-за этого. Также очень сильно отличается контингент. Если брать крупные города Австралии, допустим, Мельбурн или Сидней, отчасти Бризбон, то много всяких национальностей. Есть индусы, китайцы, есть и арабы. То здесь австралийцы встречаются немного китайцев и гораздо чаще встречаются аборигены. Вот, ребят, значит, большая у нас программа отдыха. Здесь мы останемся на почти 7-8 дней. Много у нас еще будет. Надеюсь, я поснимаю видео. Но вот первые впечатления такие. То есть приехали, все так расслаблено, все очень дружелюбно. Не хочется никуда торопиться, не хочется никуда спешить. И проезжали мы по замечательной дороге. Вдоль дороги все пляжи, 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 пляжи. Пляжи, которые растянулись на километры буквально ни одного человека на пляже. Как вот мы свернули, потому что дорога фактически шла вдоль пляжа, пешком буквально дойти. Остановились, и я вот видал, два человека буквально где-то там загорали от меня, наверное, может быть, метров 500. Ты в другую сторону, метров 500. То есть понимаете, что пляж дикий, народу нету, природа просто замечательная. Ну, где еще в мире такой найдешь, да? Такое обилие пляжей, такое обилие красоты, и так мало народу. Естественно, все чисто, естественно, все такое тропическое, все зелено, все... Ну, ребят, это очень тяжело описать. Даже это элементарно. Вот я сейчас сижу, а у меня под ногами валяется, вот видите, кокос. Вот можно приложить немножко усилия, и из этого кокоса может вытрясти немного кокосового молока. Машину мы еще арендовали. Заказывали мы Mitsubishi Outlander, такую же машину, как мы ездили от Asmania. А нам дали новую Honda CR-V. Может быть, сделан у нее небольшой обзорчик. В целом, автомобиль мне понравился, но себе я такой бы не купил. Такой вот он для Honda, как мне кажется, дешевый, что ли. Пластик очень новый. Но не всем это будет интересно. В общем, если вам интересен будет обзор по этому автомобилю, новый вот этот Honda CR-V, то оставляйте комментарии и сделаю обзор, пока есть такая возможность. Ну вот, ребят, собственно, такой важной информации сейчас нет. Просто хотелось порадоваться, поделиться с вами вот этим вот первым впечатлением пребывания в тропическом, влажном австралийском климате. Надеюсь, немножко вы так зарядились позитивом, хорошим настроением. Оставайтесь на канале, ждите следующие видео с нашего отдыха. А я желаю вам, ребят, всего самого наилучшего. Обязательно спрашивайте, если у вас какие-то вопросы. Оставляйте в комментариях или в личных сообщениях, или в нашей группе. Ну вот, ребят, а я вам шлю огромный такой австралийский жаркий летний привет среди зимы. Всем еще раз всего самого наилучшего и до встречи в следующих видео. Удачи, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok